На парад победы Иван Васильевич Миронов приходит каждый год. Раньше он и сам маршировал, наряду с молодыми курсантами и офицерами военного института. Теперь уже тяжело, как-никак возраст, и он под 90. Здоровье подводит, а вот память хорошая. Кошмары, а Свенцима до сих пор стоят у него перед глазами. Бежим. Гора. Метра три-четыре гора. Снежком. В чем дело? Смотрим люди. Понимаете? Набросаны. Все раздеты головы. Газом-то удушены. Желтые все лица можно узнать. По площади печатают шаг более тысячи потомков. Тех, кто прошел Великую Отечественную. Маршируют и воспитанники кадетских классов, и курсанты, и офицеры военного института. Все происходит под звуки духового оркестра. Музыканты тоже военные, призывники-срочники. Поблагодарить ветеранов за Великую Победу пришли и первые лица города и области, в их числе председатель Законодательного собрания области Георгий Шевцов. Мы свято чтим героизм и мужество доблестных защитников Родины. Мы помним тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны и принес мир народам Европы. Подвиг нашего народа и на фронте, и в тылу навсегда останется в памяти поколений. Посмотреть на порог пришли тысячи череповчан. Как и положено на массовых мероприятиях, за порядком здесь следили сотрудники полиции. К счастью, их вмешательства не потребовалось. Мероприятие прошло спокойно, и его участники переместились на воинский мемориал. Почти с память спавших. Со дня Великой Победы минуло ровно 67 лет. Тех, кто помнит, какую цену она нам досталась, становится меньше с каждым годом. Череповцы сейчас осталось около 500 из тех, кто воевал на фронтах. Большинство горожан считают своим долгом не забывать о подвиге своих дедов и прадедов и научить бережно хранить эту память своих детей и внуков. Для нас в детстве это было важно, я хочу, чтобы для них тоже это было важно. И чтобы этот праздник с годами не угасал, а наоборот праздновался все шире и шире.